Пронете активно обсуждают школьницу из Хабаровска, которая якобы выдала строки песни рэп-исполнителя Оксимирона за стихи Осипа Мандельштама. Видеоролик с записью фрагмента урока появился в сети накануне. Тот же он вызвал множество комментариев, что вот, мол, налицо некомпетентность учителя. Не отличило творение современного автора от произведений поэта с Серебряного века. Но все оказалось иначе. Одноклассники, ставшие в одночасье популярной девушке, пояснили, что на самом деле она получила творческое задание от педагога найти среди современников, похожего по стилю на Мандельштама. И школьница с этим прекрасно справилась, получив заслуженную пятерку. Эту версию подтвердил и директор школы. Сейчас напрямую в связи со студией выходит лидер группы «Невский» Битгари Ман. И с ним мы поговорим вот об этой ситуации и вообще о ситуации с рэп-движением у нас в стране. Гарри, здравствуйте. Вот это ситуация со школьницей, которая решила в творческой работе сравнить поэзию Мандельштама и Оксимарона. Вот на ваш взгляд, можно вообще проводить какие-то параллели между классикой и текстами современных рэперов? Да, безусловно. Она, видимо, отличница. И были схожие слова, насколько я понимаю, в тексте рэпера и в стихотворении Осипа. И она сделала, как бы, на самом деле, хорошо свое задание. Я думаю, что ничего страшного в этом не произошло. Гарри, ну а вы, как представитель современных рэперов, в написании своих текстов часто берете образы и фразы из классиков? Ну, я не могу сказать, что я прям беру как-то эти образы из классиков, там, вдохновляет все окружающее. Мы же, как зеркало, тоже там, или ситуация, либо разговор какой-то на улице может послужить какими-то толчками для написания текстов. Ну, и, соответственно, тоже, как бы, проходили, да, и в школе произведения наших классиков, и, возможно, по-любому что-то отразилось в творчестве. Почему бы нет? Гарри, ну я вот предлагаю вам такой маленький тестик, если вы не против. И сейчас в социальных сетях появился тест пользователям, предлагают отличить поэзию от русского рэпа. И вот было бы интересно услышать от профессионала, как вы можете отличить поэзию от рэпа. Согласны, там буквально два предложения, которые мне интересно вам задать. Ну, насколько я хорошо разбираюсь в поэзии, я не знаю, но я попытаюсь. Ну, давайте попробуем. Вот такие строчки. Молнию метнуло глазами, я видела с тобой другая, ты самый низкий, ты подлый самый. И пошла, и пошла, и пошла ругая. Два варианта ответа. Владимир Маяковский или Нойс МС? Как вы считаете? Владимир Маяковский. Правильно. Владимир Маяковский. Да, 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 вы правы. И вот еще одна маленькая ремарочка. Есть отличный проверенный способ для передачи мыслей. Берешь бумагу, ручку и пишешь письма. Когда надо что-то сказать, то молчишь и злишься, хочешь, но боишься, садишься и пишешь письма. Два варианта. Гуф или Марина Цветаева? Гуф. И тут вы угадали. Вот мне тогда в связи с этим очень интересно, может быть... Ну, я профессионал все-таки в этом передачу. Вы профессионал, это однозначно. Может быть, чья-то поэзия, поэзия классиков, и личного у вас хорошо ложится на бит, так скажем? Пробовали? Были уже примеры у группы ДА-108, которые были нашими там предшественниками. Они сделали песню московского гуляка на поэта Серебряного века Сергея Есенина. Это очень всем нравилось и было очень интересно. Многие так делают, и в принципе ничего в этом страшного нет, я считаю. Ну вот, буквально недавно появилась информация, что в Петербургском музее Анны Ахматовой готовы провести рэп-вечеринку в ответ на вот это вот видео, которое разместили школьницы, которая прочитала вместо классика текст из Оксимарона. И вот там уже некоторые исполнители, как, например, мистер Малой, он готов выступить на этой вечеринке, он даже готов читать Данилу Хармса, если ему позволят. И еще есть ряд исполнителей, которые тоже готовы присоединиться к этой вечеринке. Вот вы бы хотели принять участие в таком хип-баттле, в битве? Ну, такие вечеринки, на самом деле, они не впервые уже проводятся, когда рэп-исполнители перечитывают поэзию, да, и под бит, и без бита, просто показывают там свое мастерство, и какие-то параллели, да, существуют между этим. И журналисты называют, и, в принципе, и творчество нашей группы, и группы трек, там, с периодом творчества Серебряного века, с поэзией и так далее. Если организаторы со мной свяжутся, поэтому вопросов почему бы нет, и мы выступали много где. Гарри, ну вот еще, наверное, хотелось бы ваше мнение узнать. Вместе с тем, вот директор той самой гимназии, где учится та девочка, вот она считает, что вся эта история вызовет интерес школьников и пользователей соцсетей к творчеству Мальдельштама и вообще к литературе. Вот вы как считаете, может быть, именно так и надо разговаривать с молодежью вот на одном языке? Ну да, потому что все-таки, ну, период Серебряного века, он там предполагает, да, вот как маски, да, блоковский балаганчик и прочие какие-то мистификации. И, к сожалению, в данный момент у молодежи этот разгульный образ жизни и так далее, а самого результата литературы нету такой, как бы, да, и в текстах я не вижу ничего интересного. Возможно, если это поднимет, почему бы нет, и было бы интересно и хорошо не только как бы общую, да, какую-то форму взять, а ну и внутреннюю, чтобы было все это интереснее как-то и звучало интересно, потому что все, что творится сейчас, это на самом деле просто какой-то ужас, мне кажется. Гарри, есть буквально две строчки какие-нибудь известные, классика, которые бы вы могли нам сейчас прочитать в своей манере? Ну, прочитайте нам две строчки. Руки милой пары лебедей, золото волос моих ныряет, как бы, вот, две строчки, пожалуйста. Спасибо, спасибо на прямую связь со студией, был лидер группы «Невский бит» Гарриман.